здравствуйте сегодня у нас еще одна модель из восьмидесятых производства фирмы пионер модель имеет название 880 какой-либо полезной информации в интернете про эту модель нет я предполагаю что она выпускалась в середине восьмидесятых годов прошлого века модель полуавтоматическая косметическое состояние модели я бы сказал так на 4 или 4 с минусом какие есть проблемы значит есть дефекты по крышке в принципе достаточно глубокие теоретически можно все это заполировать но это не самое главное второе значит вот тут уже дефекты наклеек с индикаторами от времени уже от клея стала проступать через серебряную краску черная то есть краска постепенно разрушается но для меня это не самое важное поскольку для меня важно чтобы этот агрегат работал так как ему и положено и при условии того что я заплатил за эту модель всего 18 евро без доставки но если быть совсем точным 18 евро плюс 18 евро центов согласитесь для такого агрегата цена более чем отличие и так что есть в этом проигрыватель в этом проигрыватель есть знаменитый прямой привод пионер кварцем значит для этой модели я не нашел технических характеристик но нашел для другой 750 и в описании к видео привожу основные параметры двигателя поскольку двигатели у этих моделей практически одинаковы снабжен проигрыватель головкой п маунт значит мы с этой головкой уже знакомились в описании проигрывателя сансу и педи 11 здесь в принципе никаких особенностей нет за исключением того что крепление головки нету гаечки прямо в крепеже для головки нарезана резьба и черненький винтик ну два слова я все же напомню про головки пи-маунт чем они интересны интересны они тем что все головки пи-маунт имеют одинаковые размеры и вес поэтому при смене головки не никакой необходимости настраивать проигрыватель более того все проигрыватели с головками пи-маунт настроены на заводе прижимная сила и соответственно антискейтинг и не требует корректировки позже данном случае эти головки настраиваются на прижимную силу 125 грамма но мы позже посмотрим на какую прижимную силу настроен этот проигрыватель сразу скажу что головка здесь не пионеровская но является клоном головок аудиотехника которые применялись и в этом пионере во многих других и напомню что на сайте lpgr можно купить головки иглы для этих головок с абсолютно любой заточкой вплоть до шибата два слова о техническом состоянии проигрыватель и когда он попал ко мне значит двигатель работал исправно автоматика тоже более-менее работала исправно я чуть-чуть там почистил смазал узлы значит автоматика приводится выдвижение от основного диска а как часто бывает не работал микролифт просто тонарм падал на пластинку без задержки я сделал два варианта смазки сначала я поставил микролифт смазку 300 тысяч но мне показалось что микролифт достаточно быстро падает на пластинку тогда я поставил смазку 500 тысяч которая вообще-то используется крайне редко сейчас я вам покажу что из этого получилось итак посмотрим как у нас срабатывает микролифт значит опускание микролифта происходит вот с такой скоростью я люблю когда они опускаются достаточно медленно но в этой модели с достаточно густой демпферной спаской есть другая проблема это скорость поднимания поскольку поднимание микролифта осуществляется через пружинку они напрямую через рычаг то естественно при густой смазки и резко упала скорость подъема микролифта вот смотрите видите как это происходит вот я нажму кнопочку опустить вот он упадает так достаточно хорошо на мой взгляд для 300 тысяч он падал гораздо быстрее но вот и подъем происходит тоже замедлением еще раз вот сейчас я нажал кнопку опускания достаточно хорошо теперь я нажимаю кнопку подъема вот видите с задержкой с небольшой поднимается и в конце есть небольшая задержка в принципе микролифт пионера на подъем работает не напрямую через рычаг а через подпружиненный рычаг поэтому есть такая задержка но мне больше нравится когда микролифт медленно опускается поэтому я оставляю 500 тысяч и не буду больше экспериментировать демпферной смазкой но как обычно программ пластинку которую я буду использовать для демонстрации пока мы используем все тоже грамм пластинку который я использовал предыдущих демонстрациях напомню что грамм пластинка была выпущена в шестьдесят седьмом году и в соответствии с законодательством российской федерации все фонограммы на этой грамм пластинке находится в общественном достоянии на территории российской федерации а значит мы не нарушаем ничьих авторских прав проигрыватель не имеет кнопки включения питания большинство поздних проигрыватель этого не имеют поскольку питание включается автоматически когда мы начинаем двигать тонар напомню что проигрыватель полуавтоматический это значит что мы сами вручную устанавливаем тонар на пластинку а автостоп возвращает тонар на исходную стойку мы это сейчас все увидим ну и как обычно в полуавтоматах нету функции повтора значит какие у нас есть тут кнопочки кнопочка выбора скорости 3345 значит кнопочка управления тонармом вот подъем и пускание важная кнопочка мы ее действие посмотрели и кнопочка стоп то есть мы можем прервать воспроизведение в любой и нужный нам момент так вот мы поставим на диск как запускается воспроизведение в ручном режиме первое мы нажимаем кнопку поднять тонарм тот тонарм поднялся теперь когда мы начнем движение вперед начнется вращаться диск теперь нажали кнопку опустить опустился тонарм началось распроизведение в любой момент как обычно можем поднять передвинуть куда хотим опустить опустить снова поднять еще раз подвинуть опустить вот эта кнопочка позволяет прервать воспроизведение в любой момент нажмем эту кнопочку увидим как это срабатывает поднялся тонарм поехал на стойку механизм автостопа приводится в движение от основного двигателя есть модели в которых используются два двигателя в обзоре модели сансуи 531 я показал как устроен этот механизм но это достаточно простой простой полуавтомат поэтому здесь нет никаких таких особенностей теперь посмотрим как срабатывает автостоп я поставил воспроизведение в конец пластинки сейчас она доиграет до конца и мы увидим срабатывание автостопа так еще немножечко осталось я не хочу переставлять потому что тогда автостоп сработает при переставлении поэтому придется чуть-чуть подождать вот пошла на выход работал автостоп тонарм вернулся на стойку опустился и диск выключился ну и в заключении мы послушаем как обычно одну композицию с этой пластинки два слова которые я забыл сказать проигрыватель достался мне с исправной иголкой в хорошем состоянии но я не знаю это или эллипс или сфера я думаю для старых пластинок это не играет принципиального значения итак слушаем композицию с этой старой игром пластинки и заодно в процессе прослушивания вы увидите снимки различных частей этого проигрывателя спасибо до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok